Великолепно Конечно, непривычно. Видно было по моей игре, что в начале матча приходилось привыкать, но в течение времени, в течение матча можно было вывезти уже, наверное, с трибуны, что все лучше и лучше мне удается как раз на льду себя проявлять, поэтому, думаю, чем больше времени пройдет, больше, скажем так, будет практики, тем лучше у меня получится уже играть хоккей на такой коробке. Во втором периоде был хороший выход 1-0 на вратаря. Что все-таки помешало? Да, момент был хороший, но я думаю, что этот перелет через полмира практически и немножко, скажем, такие моменты... Забываешь, как клюшечкой правильно управлять. Добавлю, что голы как раз-таки в выставочных матчах, матчах турнира подсезона, они считаются, поэтому самое главное — это матчи регулярно, чемпионаты и плей-офф. Вот там, где голы самые важные и то, что нужно как раз-таки забивать. Ну, Джордж уже несколько дней находится в Уфе. Как проходит его адаптация в городе? Может быть, уже успел где-то побывать? Какие-то любимые, может быть, места, рестораны появились? Уфа потрясающе. Люди очень дружелюбные в Уфе. Отличный город, и поэтому всем уже рассказываю, что приезжайте в Уфу как можно скорее, потому что что в ресторанах, что вот если отмечать Арт-квадрат, мы с многими людьми встречались и улыбались очень дружелюбно. Ну, и даже вот бывает тот момент, когда у нас, скажем так, будут сложности с переводом, и поэтому я прошу прощения, да, где-то, может быть, какие-то сложности были, но все люди прекрасно это понимают, что у нас некоторые проблемы с языком, и все очень дружелюбно к нам относятся, поэтому отмечу только с позитивной стороны, вот, как сколько здесь хорошая атмосфера, поэтому я очень рад. Ну, в Уфе сейчас довольно жарко, ожидали ли, что в России нету достаточно жарко? Да, действительно очень жарко, вот это, скажем, разница в давлении между, вот именно погодным, вот этим давлением, которое есть, разница в Канаде, в атмосферном давлении, да, что в Канаде, что в Уфе. Немножко в первый день вообще сказалось, тяжело было дышать, однако в течение времени уже полегче становится, и начинаешь привыкать к этому. Ну, немножко, все равно заметно, пока не хватает взаимодействия с партлёром. Сколько, на ваш взгляд, понадобится времени, чтобы найти химию, как бы, взаимопонимание? До тех пор, пока Саша Хмелецкий еще в команду не приехал, было немножко непонятно, в каких сочетаниях мы будем действовать, однако сейчас Виктор Николаевич Козлов уже примерно определяется, как мы будем действовать, ведь сейчас будет больше понимания. Не думаю, что вопрос химии именно конкретный, то есть здесь главное, чтобы все в этих звеньях, в сочетаниях, как можно друг другу, в первую очередь, подошли.